Наша фракция работала вполне профессионально. 271 законопроект мы внесли, 101 сегодня находятся на рассмотрении Государственной Думы. 30 законопроектов стали законами и подписаны президентом. Наша фракция в течение этого года инициировала 4 заявления Государственной Думы, которые были поддержаны единогласной Государственной Думой. Наша фракция, как вы знаете, проголосовала против бюджета Российской Федерации, потому что там идет сокращение и ассигнование на здравоохранение и на образование. А самое, на наш взгляд, страшное, вводится так называемый налоговый маневр, который, безусловно, приведет к повышению цен на бензин в 2015 году, а значит к повышению цен на все товары, в состав которых входит транспортное составляющее. Мы продолжим нашу линию на защиту людей труда и в наступающем, в 2015 году. Поль скоро нас не испугали копыта лошади, то рогами козы нас точно не напугать. Лошадь пыталась нас бросить седла, долго старалась, но не смогла. Пусть Новый год будет сложен и труден, года козы мы бояться не будем. Россия вперед! Главный итог уходящего года – это прозрение. Широкое прозрение в обществе о том, что без сильного, уважаемого государства, без власти, пользуясь поддержкой большинства народа, нельзя решить ни одного вопроса, нельзя выйти из тяжелого финансо-экономического кризиса. Мы не раз заявляли о том, что невозможно выйти из кризиса, без скачи новой политики и нового курса и предложили такую политику. Прежде всего в области финансо-экономической мы предложили резко увеличить доходную часть бюджета за счет того, чтобы принять закон о прогрессивной шкале налогов. К сожалению, Единой России это отвернуло. Мы предложили организовать стратегическое планирование для того, чтобы знать, как размещать производительные силы и народонаселение. Эта идея была поддержана президентом, но она опять забуксовала в стенах правительства и правящей партии. Мы настояли на том, что нужен срочно закон о промышленной политике. Несмотря на всякие препятствия, этот закон был принят и обнадеживает тех, кто занимается реальным производством. Мы внесли программу развития станкостроения, сельхозмашиностроения, робототехники и современных технологий. Но она была максимально урезана с точки зрения финансирования и нашла соответствующее отражение в бюджете. Новый бюджет на ближайшие три года, принятый только голосами Единой России при поддержке Жириновского, по сути дела не отвечает ни на один вызов времени. Самое главное противоречие на сегодня – это противоречие между государственно-политической линией, которую последнее время проводит президент, на укрепление, казалось бы, позиций, суверенитета, независимости, достойности страны и тем финансо-экономическим, социальным курсам, которые реализует его правительство. Эта противоречие особенно проявилась в последний месяц уходящего года в виде тяжелого кризиса финансов. Мы даем положительную оценку. Весь год депутаты работали, приняты тысячи законов. По линии ЛДПР мало, мы это знаем. Нас единственное обижает, когда через некоторое время наш закон появляется от имени Единой России. Мы против соавторства. Я требую, чтобы в данных фракции ЛДПР стояли только наши законы. А то нас спросят, давайте ваши соавторства. Что соавторства? Автор один. Пускай это один депутат и будет автором. Дума поработала хорошо, можно даже сказать, отлично. У нас появилась возможность выступать. Многие даже уже не хотят на политические темы, переходят на законодательство. Поэтому далее. Но за это нужно было бороться много-много лет. Когда наконец депутаты могут в начале заседания высказать свое положение. Мы недовольны, не согласны с тем, что все-таки мы мало даем сельскому хозяйству. Полтора процента. Ну хорошо, полтора процента мы даем. Но давайте обеспечим транспортировку сельхозпродуктов к местам продажи. Давайте переработку обеспечим. Здесь почему нет? Продолжение следует...